Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Иисус Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4.25 говорит о том, что Он действительно умер за нас и воскрес, опять-таки, для нас, для нашего оправдания. Слава Богу! Слава Господу! Приветствую всех, кто подключился, подключается. Надеюсь, мои уже подключились, уже тоже. Вот, доброе утро всем, братьям, сестрам. Доброе святое утро. Так, пока не вижу, но, надеюсь, уже мои тоже подключаются сейчас. Вот, и сегодня у нас суббота, шаббат шалом, Господний день. Вот, вчера был последний день Пасхи, последний день пасхальной недели. Неделя опресночной, потому что Пасха еще имеет такое именование, как праздник мацы, да. Неделя опресночная. Вот у меня опресники, вот у меня маца. Вот, и эта суббота, которая сразу после, получается, завершения праздника Пасхи наступила, она тоже по традиции, ну, как некое продолжение получается. Тоже у нас она такая вот с мацой. Да, так что сегодня тоже едим опресники, вот, еще один день, как бы шмея царет, у нас такой получился пасхальный, да. Вот, как бы задержались еще на денечек, побудьте еще со мной еще денечек, как бы Всевышний говорит нам. Вот, и пусть Господь благоставит сегодня всех вас, братья, сестры, да, у нас в семье сегодня праздник. Праздник, вот, я не смогу быть сегодня телом, только духом, вот, и душой, вот, молитве. И вот так, в зрительном таком образе, Света Деченко, шалом Иисус Господь, дьявол пораженный, мы любим всех, аллилуйя, а мы любим всех, аллилуйя, аминь. Вот, и у нас сегодня 27 апреля, вот, вот, и у нас сегодня 28 лет, как мы, значит, да, в браке, слава Богу, аллилуйя. Вот, вот, потому что расписались мы в 91-м году, вот, как раз перед моим рукоположением, вот, перед моим служением в Рязани, вот. Вот, венчание было у нас в Москве, получается, расписались в Московской области, в Солошногорске, там, вот, 28 лет назад. И вот и сегодня у нашей семьи, да, такой, значит, праздник. Аллилуйя. Ну, уже как приеду, уже поздравлю лично, вот, уже на днях, уже, надеюсь, уже получится тоже. Помолитесь, друзья, потому что на Блаблакар что-то попутных машин, что-то и нету, какие есть, то они бронь вроде регистрируют, а тут же ее потом отменяют. Ну, короче, Бог усмотрит транспорт, транспортное средство, вот, слава Богу. Я обычно путешествую, вот, попутно Блаблакар, или так вот, или с кем списываюсь, допустим, кто еще попутный есть, христиане, вот. Ну, и по христианской почте тоже передаю информацию, может, мало ли, может, кто-то из знакомых там едет вообще с Украины в Россию, допустим, вот, в эти дни, то пусть свяжутся со мной, вот, слава Богу. Вот, и нужно, конечно, свое транспортное средство, вот, здесь в Украине, с пропиской в Украине, будем, да, говорить, да, с номерами в Украине. И, значит, и в России тоже нужен транспорт, там тоже, да, служение, потому что нас там и там, и там, получается, здесь и там. Желаю единства Духа в союзе мира, аминь, аминь. Самое главное, да, в союзе мира, шаломом. Ох, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Господь, за все, благодарю Тебя, Боже, за это доброе утро, благоставляю великое имя Твое, Бог Святой, благостави народ Свой миром, Своим шаломом, благословен Ты, Царь наш, возлюбивший нас и отдавший жизнь свою за нас, положивший жизнь свою за нас. Отдавший Сына Своего, Единородного, на крест, на Голгофу, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за жизнь вечную. Благодарю Тебя за дар вечной жизни. Иисус Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь. Аминь. Братья, сестры. И вот из этой главы, окончание этой главы, послание к римлянам, 4 глава, я читаю уже 25 стих. А вот перед тем говорится в этой главе вообще об отце нашем, Аврааме, Авраам Авину. Вот. И интересно, что говорится о нем в 18 стихе здесь, что он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждою. Вот это вот, ну, даже трудно очень представить себе. Сверх надежды поверил с надеждою. Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, надо же, даже не помышлял, не думал, «Почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, «Потому и вменилось ему в праведность». А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменяться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вот, и об отце нашем здесь написано удивительное, что действительно он сверх надежды поверил с надеждою, вот, и не помышлял в 19 стихе, потому что помыслами враг пытается все время сбивать спонталыку, именно помыслами пытается сбить с веры, вот, мир народу, Аллилуйя, Шаббат Шалом, ищущему присутствие Божие, он щит наш. Аминь, аминь, Иисус, заступник наш. Аминь, Николай. И вот он, Авраам, отец наш, поверил с надеждою, сверх всякой надежды, написано в 18 стихе. А в 19 вот это не помышлял, потому что я заметил, что как только начинаешь помышлять, все, пиши пропало. Я вот, интересно, из опыта свидетельствую о чудесах, вот, и молюсь, люблю молиться за исцеление людей, очень люблю исцелять людей, это очень, ну, порой это очень весело, и вообще это, ну, порой это очень страшно бывает, всякое бывает, но это очень прекрасное вообще переживание, вот, Господь говорил, исцеляйте людей, исцеляйте, вот, и прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, совершайте все это, деяние Духа Святаго, вот, и удивительно, когда начинаешь молиться, я заметил, как только вот мысли такие сразу, начинаешь думать, а как это может быть, а вообще, а реально ли это, и как это может сейчас произойти вообще, вот это исцеление, как только помыслы такие идут уже, все, ну, пиши пропало, я вот столько раз вот помню, хотя Бог иногда совершает все равно чудеса, ну, даже помимо нашей веры всякой, Раиса пишет, да, шаббат шалом, шаббат шалом, Раиса, шаббат шалом, вот, но о чем я говорю, что меньше помышлять, как это может быть, что, вот, то же самое воскрешение мертвых, вот, из опыта, уже несколько случаев было воскрешение из мертвых, значит, воскресение, когда, вот, ну, молился за людей, они воскрешались, вот, и по опыту уже, оно, я обычно свидетельствую о хороших, ну, примерах таких, о положительном опыте, ну, мало кто из нас любит говорить о, ну, об отрицательном опыте, но он тоже есть, есть и отрицательный опыт, то есть, я рассказываю, конечно, и об опытах именно таких, когда молился за воскрешение, и мертвые воскресали, но бывали и случаи другие, бывали и негативные опыты, когда, не только позитивные такие, вот, отрицательные опыты, когда я молился, и не было воскресения, не было воскрешения, вот, и то же самое, за исцеление молюсь, иногда есть исцеление, а иногда молюсь, и нет исцеления, вот, Вот, и порой это не зависит даже, вот я заметил, даже нет каких-то переживаний, ощущений, вот, иногда ничего не чувствуешь особенно, ну, как бы, просто вот молишься, и люди исцеляются. А порой, значит, вроде ощущения такие, знаете ли, ощущения обманчивы бывают, вроде такое присутствие Бога, такое, все, вот, и ничего нету, вот, ничего не происходит. Вот, и удивительно, конечно, поэтому вера это больше, чем даже ощущения, намного больше. Конечно, классно, когда одно и другое так вот вместе поспешествует, но бывает и по-другому. То же самое и за воскрешение мертвых, это особенно, потому что исцеление больных это как бы одна, как бы, статья, да, значит, это как бы одна работа, как бы, да, а воскрешение это... Фух, здесь уже совсем другой опыт уже, потому что, когда человек, он болен, допустим, да, значит, и ты молишься за его исцеление, то, значит, то ты все-таки понимаешь, что это как-то более или менее как-то естественно как-то. Вот, хотя, понимаешь, и осознаешь, что это сверхъестественная вещь, вот, да, значит, но все равно это как бы более естественно как бы воспринимается. Вот, и всегда можно списать на то, что там, ну, как бы, может, так совпало, или на то, что, допустим, может, врачи ошиблись с диагнозом, можно всегда списать на то, что, как бы, значит, ну, помогло там, может быть, еще и его лечение, допустим, значит, до этого человека, вот, или его вера, допустим, помогла ему, да, значит. Вот, можно, как бы, по-разному объяснить еще эти исцеления, поэтому, как бы, как бы, не так сильно нервная наша система, наша душа, как бы, реагирует на это, на исцеление больного, вот, но когда, как говорится, пациент мертв, когда человек мертв, то там уже невозможно на что-то другое списать, там только надо просто сверх веры верить, сверх надежды надеяться, вот. Ну, как только начинаешь помышлять, а как это может быть, а что, все, ну, ничего не получается. Поэтому меньше надо думать, вот, как Авраам наш делал, меньше думать об этих вещах, вот, и не помышлял, что тело его, в 19 стихе написано, почти столетнего, уже мертвело, и утроба Сталина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд верою. И вот в конце 20 стиха такая подсказка есть нам, один из секретов чудесной жизни, сверхъестественной жизни божественной. Воздав славу Богу, написано. Воздав славу Богу. Как только помыслы какие-то начинают идти, воздавай славу Богу. Господь, благодарю Тебя. Авраам, конечно, отец наш, он, да, нашего отца вспоминаем, диву даемся, почти столетний человек, вот, и жена его, не молодуха уже, знаете ли, жена его уже тоже, по возрасту-то уже такая, бабушка-то уже, по возрасту-то уже почти столетняя. Вот, и, там, знаете ли, уже написано, и обычная женская у нее прекратилась уже, и, то есть, любой врач ему, там, урохалдейский, там, сказал бы, любой гинеколог, что это невозможно, все, зачатие невозможно, вы не сможете иметь ребенка. Может, кого-то усыновить, там, все, значит, но своего ребенка у вас не будет точно, вот, но, что интересно, он воздавал славу Богу, вот, каково это, а, слушайте, вот смотришь на отца нашего и удивляешься, отец наш Авраам, он действительно пребывал в вере, пребывал в надежде, сверх надежде, вере, сверх веры. И вот секрет этой надежды, сверх надежды, сверх надежды и сверх веры, воздавать славу Богу, не помышлять, не помышлять, как это может быть, что, начинаешь помышлять, все, как бы, уходишь куда-то в сторону, знаете ли, вот, значит, с этого пути, но помыслы держать, вот, во Христе, держать в Боге, помышление держать в Боге, каким образом? Воздавать ему славу, воздавать ему славу, это как, там тоже на Фейсбуке, как-то делился у себя на странице, там, значит, там, картинка такая, там, девчонка там кричит, значит, там, как-то вот радостно так вот, значит, где-то там, вот, значит, и, и написано, что если перед тобой закрыты двери, да, то ты, ну, слава Бога, в коридоре. То есть, если еще не открылись двери еще, куда-то должно, тут должен-то зайти, да, то, ну, ты еще, как бы, в промежуточном таком состоянии каком-то, просто воздавай славу Богу, хвали Бога в коридоре одним словом. Аллилуйя. Ольга пишет, да, здесь, Лариса, с Господним днем, дорогие братья и сестры, Аллилуйя, благословение Господних. Ольга пишет, доброе утро, расскажите о благодатном огне, пожалуйста. Многие говорят, что только у нас проявляется, значит, у нас вера правильная, благословение в этом дне. По поводу благодатного огня есть, сейчас просто времени займет очень много, исторические справки нужно давать некоторые. Вот, это афера, значит, большая очень афера и, значит, мракобесие. Вот, я эту ересь разоблачаю уже много лет, и, значит, и в семинарах моих по истории христианства есть, а есть даже отдельное видео, даже не одно, наверное, уже. Вот, я в сети видел еще, кто-то записал тоже, вот, я нахожу порой свои видео, значит, на ютубе, сам их скачиваю. Вот, так вот, так наберите, на ютубе, просто в поисковой системе наберите, вот на моем же канале есть Сергей Журавлев «Благодатный огонь», вот, или там «Благодатный огонь», там, «Куличи», там, и прочие ереси, там, значит, как-то так, не помню, там, там их разные даже варианты есть. Вот, значит, и в Орле я записал, там, значит, запись, камера стояла, там, как раз, на служении, вот, значит, в доме молитвенном, который сейчас, кстати, опечатан, вот, там, гонения, к сожалению, такие вот, притеснения верующих, очень серьезные в России сейчас. Еду сейчас и, не знаю, прям, плачу за братьев, молюсь за них, конечно, молюсь вообще загонимых верующих разных конфессий, разных динаминаций, тьма сгущается. Но, с другой стороны, еду с надеждой, великой надеждой, что, действительно, и верой, сверх веры, сверх надежды, сверх веры, воздавая славу Богу, еду, потому что предвкушаю чудеса большие, большое служение. Почему? Потому что, когда тьма сгущается, то свет еще ярче становится, еще ярче. Слава тебе, Господь! Николай пишет, аминь, благодатный огонь, ересь. Да, кстати, здесь, в Киеве, как-то давно уже, я экскурсию водил в Лавру, меня еще пускали тогда в Лавру, но это было в конце 90-х, еще начало 2000-х. Я преподавал здесь, в Библейском институте, в одном-другом, и со студентами решили мы как-то, значит, пройтись туда, значит, в Лавру, прогуляться на экскурсию, потому что я ей много что рассказывал, но, как бы, вот, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать, а не так рассудили. Хорошо, добрый, 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 хорошо, пойдемте, вот, разум из вами, мол, и мося, забратив в России, благослови вас Бог, аминь, спасибо, дякую, Роман, дякую. Вот, и, значит, и в Лавре, там тоже, значит, прошлись, значит, по этим пещерам, конечно, студенты, многие там были первый раз вообще, вот, они были в шоке вообще, в ужасе, как так, вот, люди действительно, то, что я рассказывал, знаете ли, это одно, верить, не верить, но они сами увидели, что трупам поклоняются, кости целуют, такая мерзость, люди, вот, понимаете ли, многие там плачут, там, значит, на этих гробах, могилах, вот, ужас, ну, сатанизм, только, разве что называется христианством, вот, и, представляете, студентов, там, там много людей у нас было, там, ну, добрые сотни, вот, значит, и, значит, вышли, когда из Лавры уже, ну, вышли, еще на титуле Лавры были мы, вышли из этого, да, как его, пещеры, дальний самый пещер, да, вышли, идем себе, так, уже к выходу ближе, вот, и навстречу семинаристы идут, ребята, первый класс семинарии, вот, и, значит, вот он, значит, это, а, там, наши сестры, их там, облепили, этих семинаристов, евангелизируют их там, говорят, ребята, куда вы, в пещеры, там же, вот, кости, там же мощи эти, там, эти, трупы, вы что, трупам поклоняетесь, к Богу поклоняйте, живому Богу, ребята, хватит дурака валять, ну, вот, Иисус Христос, Иисус Господь, верьте в Него, короче, давай их спасать, семинаристы в шоке, значит, что за секта в Лавре, меня, там, католиком обозвали, значит, думаю, а там, монах, там, спаси, как он говорил, спаси Господи, как он, избави, избави от лукавого и от католиков, так, короче, да, короче, я не понял, меня лукавым или католиком назвали, или лукавым католиком, я не знаю, короче, ну, как-то так, вот, и, значит, и семинаристы мы с этими, давай мы так вот общаться, ну, по-доброму, так, значит, ну, хотя поначалу так напряжение было, конечно, вот, тем более они сами опешили, значит, что их там евангелизируют прямо на Лавре, прямо в Лавре, значит, и, значит, и что интересно, один, там, эти, один из семинаристов, ну, видно, такой, такой харизматичный такой парень, видимо, такой неформальный лидер там, вот, а может формальный, не знаю, он, значит, это, начал говорить, вот наша вера истинная, потому что у нас там огонь сходит на Пасху, у нас там мощи не гниют, там, иконы плачут, там, и всякую ерунду начал перечислять, я слушал его, ну, стыдно просто, но я узнавал самого себя, я тоже искренне верил во все эти суеверия, верил в это все и жил этой верой до самого 96-го года, будучи традиционным православным священником, вот, имел такой опыт, поэтому я, когда того парня слышал, ну, будущего священника, я прекрасно понимал, о чем он говорит, вот, потому что я сам такие же вещи говорил, я такие же ереси распространял, и, знаете, и, конечно, слушать было печально и противно, как бы, но и больно, больно, потому что себя самого узнавал, и, знаете, вот он, значит, высказал все это, вот, и, а я возьми ему и вот всем там семинаристам, этим будущим священникам православным рассказал историю, у нас просто там среди этих учащихся, этой протестантской, этой школы, института библейского этого, там, значит, были некоторые братья, которые были там наркоманами, бандитами, сутенерами, там, душегубами, тунеядцами, алкоголиками, короче, там, ну, там были такие свидетельства, что, значит, значит, ну, нормального человека просто стошнит, значит, знаете ли, бог из такого вообще вытаскивает человеков, из такой гадости вообще, вот, и спасает, и я рассказал про одного из них, с Мариуполя у нас учился, там, один был брат, Андрей, а с Мариуполя, значит, слушайте, я уже давно не видел его, по-моему, Андрей, да, короче, ладно, значит, да, Андрей, значит, он, значит, он потом в Киеве жил, сейчас, даже не знаю, где он сейчас уже, наверное, в Мариуполь вернулся, вот, короче, значит, он был наркоманом, значит, и с большим очень стажем, я не помню точно, могу ошибиться, но еще в советское время кололся, когда еще наркоманов, еще официально у нас и не было никогда, значит, то есть, вот так вот, вот, в СССР, значит, и, так вот, и он превратился, ну, в животное и превратился в овощ, просто, именно в овощ, вот, у него не было мозгов, вот, реально, у него, значит, вместо, в голове был просто кисель, он превратился в овощ, вот, значит, и в больницах его держали, кололи чем-то, значит, чтобы он, там, не стонал, не кричал, вот, значит, ну, был уже именно овощью, даже не животным уже, и вот, и знаете, что интересно, вот, в таком состоянии, в голове был кисель, и потом ему переливали кровь, там, значит, ничего не помогало, у него гнили кости, значит, там, гепатиты все были, там, разные, там, буквы, значит, там, и у него, это, заражение, там, крови переливали, не помогало, и опять у него пошло, и он стал, как толстый такой, черный негр такой, весь распух и черный был уже, вот так вот его описали, значит, в таком состоянии, он себя не мог описать, конечно, вот, значит, и потом, что произошло, тогда, в Мариуполе, в те годы, в конце 90-х, очень много умирало людей, значит, от наркотиков, и вот, и вот эти люди в белых халатах, но с черной совестью, они развозили, вот эти умирающие тела по родственникам, чтобы они умирали там, не в больнице, потому что, значит, ну, просто в больнице оврал был, вот, значит, и кое-какое место не было уже, значит, и слишком большая смертность, они решили, как бы, разбрасывать тела по родственникам, чтобы они умирали там, и, как бы, ну, что, и так, Слишком статистика была печальна. И вот, значит, ну понятно, что большинство родственников не открывало дверей. И вот Андрей также, его родственники не открыли дверей даже для него. Ну и вот эти вот душегубы в белых халатах, так называемые врачи, белые халаты, но черная совесть у них, черная душа. И они просто, эти тела умирающих людей, которым осталось жить какие-то дни, ну Андрею какие-то часы предполагали, осталось жить. Вот, значит, кому-то, может, недели, кому-то месяцы, ну, одним словом, уже помирающие. Они их просто, вот Андрея, допустим, просто на простыне возле мусорника, там многоэтажный дом, подъезд этот, и возле подъезда мусорник, и вот возле мусорника на простыне оставили это тело, стонущее, умирающее, и уехали, значит, в Освоясе. Вот, и, ну все, он должен был помереть там под мусорником, а потом труповодская должна была забрать его. Вот, но, что интересно, там не в их доме, а, это все в Мариуполе было, Донецкой области, и вот там, а дальше там, какой-то соседний дом, там была варочная квартира наркоманская. Вот, как говорится, без окон, без дверей, ну-ка, может с окнами, но без дверей, то есть там свободный доступ был в любое время суток, вот, вот, и люди ходили туда, выходили в любое время абсолютно, значит, варочная квартира, так называемая, вот, полный беспредел был, значит, и, но что интересно, значит, там было пробуждение тогда как раз, и вот эта варочная квартира превратилась в молитвенную комнату, такую, в молитвенную квартиру. Вот, там эти наркоманы стали каяться, исцеляться массово, так вот, я был там, я проповедовал у них в церкви, там, свет миру и какая-то еще церковь, там, в кинотеатре собирались они тогда. Вот, и там, конечно, скажу вам, жив бог, действительно жив бог. Вот, и там, значит, кстати, участковый говорил там потом, что когда была наркоманская квартира, ни одной жалобы не было от соседей вообще. Как только молитвенная комната стала теперь там, вот, значит, все, тут же жалобы посыпались, сектанты, мол, все. То есть, когда наркотики варились, там, и днем и ночью было все открыто, значит, никто не жаловался, вот, а как только это, все, сразу пожаловались. Вот, и, значит, и что произошло, значит, этого Андрея, просто молодежь мимо той мусорки шла, значит, к своему, там, наркоманскому бывшему притону, ставшему молитвенной комнатой. Вот, и они этого Андрея увидели, как вот толстый негр такой, распухший, они понимали, что все, осталось ему там жить совсем ничего. Вот, они взяли прямо на этой же простыне, его приволокли к себе на квартиру туда. Вот, и молитва у них там, круглосуточно, молитва. Вот, как раньше они круглосуточно занимались всякой ерундой, а теперь круглосуточно стали молиться там. И вот приволокли туда Андрея, молятся, вот. Ну, молились, потом братья эти Малюпольские рассказывали мне, что у них не было даже веры. Они всякое видели, но здесь уже понимали, что бесполезно, все, это уже труп уже фактически, вот, без пяти минут. И молились лишь об одном чуде, чтобы, ну, жить не жил человек, но хотя бы пусть помрет по-человечески, хотя бы вот покаяться, примириться с Богом хотя бы, знаете ли. Вот, какие-то проблески разума, чтобы появились у него, у этого растения. Вот, они молились, молились, и Бог совершил чудо. Действительно, проблески разума стали появляться у этого Андрея. Вот, значит, и они ему стали говорить о Христе, прими Иисуса, брат, ты умираешь, вот, прими Иисуса, потому что Он взял все твои грехи на себя взял. Тот, короче, хватился, как и за соломинку, но, слава Богу, это была не соломинка, это был Иисус. Вот, и что-то там, даже пытался что-то повторять, одним словом, это уже чудо было. Для овоща уже со стажем, как говорится, да, без мозгов, лишь с киселем в голове, это было уже сверхъестественное чудо. Вот, ну, а дальше больше, вот, там, говорит, уже служение у них там, молитвенное это у них там завершается, они видят, он, думали, сейчас помрет уже, значит, а он не помер, он так и лежит, смотрит, слушает, и что-то даже пытается повторять, а не давай ему дальше рассказывать, что вот так и так, что мы тебе еще не всю правду рассказали, да, правда, матка еще в том, что, оказывается-то, не только грехи твои Он взял на себя, но и ранами Его ты исцелен, Он взял, Иисус взял на себя, твои болезни, немощи, все, давай ему популярно рассказывать на пальцах все это, значит, там, и тот, угу, угу, короче, молится, молится за него, вот, одним словом, через несколько месяцев, я могу быть неточным сейчас, но очень короткий срок прошел, там, два-три месяца, этот Андрей, он из толстого негра превратился в обычного белого человека, худого, значит, все у него сошло это, его кости были исцелены, его кровь была исцелена, никаких гепатитов не было, вот, но самое удивительное, у него был новый головной мозг, вот, это уже никак не могли объяснить врачи, и через несколько месяцев получилось, после того, как его возле мусорки оставили там на простыне умирать, вот, значит, он пришел к тем врачам в больницу за справкой о трудоустройстве, по здоровью справка нужна была, потому что у них там и, они продумали, ребята, и реабилитацию, как бы, и адаптацию трудоустройства, тут же, чтобы дурака не валяли, тут же, потому что руки, когда работают, меньше всякой гадости в голову лезет, вот, и давай их трудоустраивать, кого-то сапожником, кто что умеет, значит, давай, ну, в основном не умели, ребята, учили их сызно во всему, вот, то есть, как бы, чтобы были, значит, действительно люди, и вот, и он пришел туда, значит, за справками, короче, младший медперсонал там, как говорится, в обморок так и бросат, этот случай всех злее, потому что они думали, что тот Андрей уже давно сгнил, уже в могиле, уже, знаете ли, а он, этот Андрей был там, значит, там, был по больницам мариупольским, был знаком, хорошо, очень, еще когда он был еще человеком, наркоманом, потом стал когда животным, а потом когда стал овощью, его уже там все знали, вот, а здесь он пришел на своих двоих, здоровый, крепкий человек, короче, анализы всякие сдавал, проверяли, все чисто у него, он, никаких гепатитов, кости целые, кровь чистая, но самое удивительное, новый головной мозг, у него был кисель в голове, много раз проверяли, одним словом, мариупольские, опять-таки, белые халаты, но черные сердца, они не подписали ему никаких документов, значит, и отфутболили его в Донецк, в Донецке то же самое, белые халаты, но черные сердца, отфутболили его в Днепропетровск, в Днепропетровске то же самое, белые халаты, черные сердца, не подписали ничего ему, отфутболили его в Киев, в Киеве уже тоже там руками разводили, знаете ли, вот такие вот горе-медики, и только лишь один нашелся порядочный там человек, в Академии наук, уже медицины, профессор, и он сказал, что, Андрей, что пусть на одной смеются, но я вам, молодой человек, подпишу эти документы, это точно Бог, говорит, вам нужно точно идти в храм, свечку ставить, потому что точно Бог, потому что, ну, это необъяснимо, десятки проверок перед тем, что в голове кисель, а здесь мозг без повреждений, здоровый головной мозг, вот так вот, и подписал ему там документы, что у него там все, что он здоров абсолютно, что насчет него, мозг здоров и прочее, вот так вот, и Андрей, когда я с ним познакомился, я же не знал его раньше, его историю, он, значит, уже был студентом библейского института в Киеве, вот, и потом, кстати, после института, это уже послесловие уже, постскриптум, я, потому что я этого не знал, но там они уже, потом они познакомились, короче, с, он познакомился с одной девушкой в Киеве уже, Настя, по-моему, зовут ее, короче, девушка, значит, бывшая наркоманка, тоже прошла и Крым, и Рым, как говорится, вот, в одних трусах ее там из подвала доставали, значит, вся проколотая была, вот, значит, прогнившая, вот, Бог ее тоже исцелил от разных заболеваний там, значит, там, и, вот, и знаете, но самое интересное, значит, вот, преображенные души, преображенные люди, я потом их видел, кстати, здесь вот, недалеко, на Левобережной их, последний раз видел-то, вот, значит, здоровые люди, крепкая семья вообще, значит, ну, даже не подумаешь никогда, что они были, вот, у них такая история, и у них ребенок, кстати, ребенок совершенно здоровый, вообще удивительно, конечно, это, слава тебе, Господь. А, ну вот, я к чему это рассказываю, это все было, все это было вспомянуто в лавре, той самой, в ответ тому самому семинаристу, будущему священнику православному, который говоривал, что так и так, мол, у нас вера истинная, а у нас, а у нас, а у нас в квартире газ, там, а из нашего окна площадь красная видна, там, и прочее. Одним словом, всякое религиозное мракобесие распространял, у нас, там, огонь сходит на Пасху, мол, там, в Иерусалиме, у нас, там, значит, мощи, покойники не гниют, там, столетиями, у нас, там, икона плачет, ну, и прочие-прочие ереси. Вот, типичный набор идолопоклонника и многобожника. Но самое интересное, когда я рассказал эту историю, Андрей-то был там, как раз поддакивал, значит, там, и что еще рассказал. А еще мариупольские, там, присоединились братья, они давали там еще другие ужасники такие рассказывать, вот как Бог спасал. Ну, конечно, с Андреем это был случай уникальный. Вот, и что интересно, семинаристы замолчали, семинаристы слушали с таким удивлением, у них-то были такие красивые лица. Знаете, я удивился, вот, когда люди соприкасаются с божественным, по-настоящему божественным, они красивые, они, эти молодые ребята, были очень красивые. И я сказал этим ребятам, когда замолчали уже, все уже, уже свидетельства замолчали, и вот такая пауза образовалась, семинаристы просто были в восторге, просто в удивлении, вот, в восхищении, и вопросы были на лице у них. И я сказал этим семинаристам, перед тем, как мы расстались, как мы потом уже ушли уже, после того разговора, я говорил, что братья, говорю, братья, слушайте, если бы в храме, где я служу, допустим, не просто раз в году, а каждое служение сходил бы, вот, огонь, таким образом, каким вы его, вот, описываете, представляете. И если бы не просто отдельные члены моей церкви после смерти не разлагались бы, а в мощи превращались бы, каждый умерший бы в церкви у меня прихожанин, и был бы мощами такими, и перед входом в храм была бы целая галерея, там, значит, этих мощей, вот, нетронутых разложением тел. Вот, я сказал, что даже, вот, и, даже, вот, если это было бы все, для меня это было бы ничто, в сравнении вот с этим одним, но живым чудом. Ну, я указал на Андрея. Говорю, смотрите, библейский почерк Бога всемогущего истинного, какой жизнь и жизнь с избытком? Библейский почерк, по плодам их узнаете, их написано, интересно. И библейский почерк, вот он, чего касается Бога, все это оживает. Это все оживает, это все воскресает, все оживает. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Он есть жизнь и воскресение, и жизнь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. У нашего Бога есть свой почерк, его ни с чем не спутаешь. Мертвые боги творят мертвые чудеса. Знаете ли, много ума не надо И что мне с того? Ну, сошел огонь Ну, как бы, я, может, укоренился в своей религии Ну, как бы, ну и что? Ну, а что мне с того, фактически-то? Ну, мощи не гниют, ну и что? Ну, ладно, не сгнили они там, что еще? Икона плачет Ну, а душе моей что с этого? Ничего, ноль, ровным счетом ничего А когда Бог живой, когда Господь живой В моей душе, в моем сердце Все, это уже не ноль вам, друзья Это уже действительно жизнь Воскресение и жизнь Спасибо тебе, Господь, спасибо Спасибо тебе, Святой, спасибо Благодарю тебя, Господь, благодарю Аллилуйя Спасибо Налейте себе соку, друзья Возьмите мацы Если нет мацы, возьмите, что есть у вас Какой хлеб есть Вот, если нет сока, то налейте просто воды даже Вот Самое главное, не качество вина или хлеба А качество нашей веры Нашего рассуждения о теле и крови Христа Рассуждаем сегодня и возвещаем смерть Господа нашего Иисуса Христа Возвещаем ее всему миру И я сейчас через интернет, в этой трансляции Возвещаю всему миру Возвещаю всем и вся Христос, Иисус, предан был Он умер за грехи наши И воскрес для оправдания нашего Аминь Ранами Иисуса Христа, кровью Его Святой Я спасен навеки, навсегда, навсегда, навсегда Я исцелен, я благоставлен всеми благословениями небес Сила воскресения действует во мне, верующим Спасибо тебе, Господь Аминь, скажите, аминь Слава тебе, Господь И принимайте хлеб Тело Иисуса Христа Пейте сок или воду Кровь Иисуса Христа Молясь примерно так Можно так, я обычно молюсь вот такими словами Благословен Бог наш Царь всей Вселенной Давший нам хлеб из земли И присовокупляю еще такие слова обычно Что благодарю Бога Спасибо тебе, Господь, за хлеб наш небесный Хлеб, сошедший с небес За Иисуса Христа, праведника Спасителя Господа моего И поднимая чашу, я обычно говорю, что Благословен Бог наш Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы И давший нам великую лозу небесную Иисуса Христа О, великий виноградарь, слава тебе Аминь Благодарю тебя, Господь, за это причастие Хлебопреломление Благослови мои братьев и сестер Слава тебе за все Аллилуйя За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За воскресенье твое За победу твою За жизнь вечную Бесконечную Жизнь счастливую Пресчастливую Благодарю Благодарю Тебя, Отец Бог мой, Царь мой, Аллилуйя Иегова, Бог Авраама, Исаака Якова, Аллилуйя Ава, Отче Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой Господь мой Целитель, Освободитель Друг мой, брат мой Благодарю О, Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель мой За все я благодарю Я Тебя, Господь, люблю Я Тебя, мой Бог, люблю И за все благодарю Аллилуйя Спасибо, Господь Спасибо за это хлебопреломление Благодарю Тебя, Господь За жизнь вечную Дар Твой Спасибо, Господь Спасибо 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 Я рассуждаю о теле крови Твоих, Боже, спасибо, прощение через кровь Христа, спасение через кровь Христа, исцеление и освобождение через кровь Иисуса Христа, который был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И как и Отец наш Авраам, воздаем славу Богу в любой непонятной ситуации. Есть хороший совет поспать, а еще лучший совет, как Авраам поступать, воздавать славу Богу. Аминь. Да, молитесь за нас в России, очень нуждаемся в этом, Николай пишет. Вот, да, я вот, значит, еду как раз в Россию, вот, и буду, три месяца буду в России, вот, и буду трудиться в России, поэтому буду рад и у вас послужить Словом Божьим. Я служу и в больших собраниях, и в маленьких собраниях, и в домашних церквях. Чаще всего сейчас в России тружусь в домашних церквях таких, вот, потому что в больших церквях, как правило, ну, ну, свои сложности есть, этим словом. Вот сейчас слежка, вот, значит, и провокаторов много, и, значит, арестовывают, часто допрашивают, вот, как бы и дела заводят. Вот, поэтому, то есть, в России сейчас, да, довольно жестко стало, но, поэтому мне сейчас проще, мобильней, вот, на таких небольших домашних таких общениях проповедовать, вот, и без всяких объявлений, в Духе Святом объявления делаем, одним словом. Слава Богу, что в Украине здесь вот свобода. Рувин пишет, да, молитесь, и за мой бизнес, да, молюсь, вот, вчера как раз прозвучала вопрос, уже прозвучала тема. Есть большое желание продолжить свое финансовое служение Господу. Аллилуйя. Пусть Бог благоставит другим. Николай пишет еще здесь, молитесь наипаче за всех человеков, за царей, за всех начальствующих наипаче, за служителей, да, аминь, аминь. Пробуждение упорядывается через них враг и бьет по этому месту церкви. Аминь, да, да. Вы, наверное, в эфир не будете выходить в Россию. Посмотрим. Посмотрим. Я буду стараться выходить в эфир, находясь в России тоже. Единственное, что там придется немного шифроваться. Сейчас интернет в России тоже сейчас будут закрывать уже, вот, к осени. Вот, и сейчас уже возникли некоторые там такие, то есть, если я буду, то я буду, так, подпольно выходить, вот, через кого-то. Вот, но информацию буду давать на Ютубе. По крайней мере, буду давать какие-то такие новости. Вот, молитесь. Дело-то не в трансляциях. Конечно, трансляция хорошо, но пусть в трансляции Духа Святаго. Интернет тоже хорошо, это классная вещь. Но, знаете ли, вот, два тысячелетия мы обходились и без интернета. Вот, поэтому даже когда нет возможности, вот, вот, душой, так вот, да, эмоцией, картинкой выходить на связь друг с другом. В Духе, для Слова Божьего нет уз, в Духе мы собираемся на молитву. Вот, и, как, допустим, в Китае там многие церкви находятся сейчас, ну, хочешь не хочешь, ну, в дарах Духа Святого нужда большая. Допустим, там братья рассказывали на Дальнем Востоке, я проповедую там тоже, бываю тоже, в этот раз тоже собираюсь тоже быть. И вот на Дальнем Востоке, значит, там братья-миссионеры, которые уже много лет в Китай ездят, трудятся в Китае, рассказывали, что есть церкви, конечно, государственные, официальные, мертвые, есть церкви такие полуживые, а есть просто огненные церкви такие. И вот когда они попадали в такие собрания, именно возрожденных, верующих, горящих любовью к Господу, вот, то там у них даже у многих есть практика такая. Вот они, собрание завершается и расходится. Вот. А братья поначалу не понимали и говорили, а когда следующее собрание, мы хотим еще побывать у вас в собрании. Они говорили, извините, ребята, как бы братья, но это не мы собираем, это Дух Святой собирает. Если вам Дух скажет прийти, то придете. А куда? Во сколько? Опять-таки, вся информация у него. То есть, там есть группа небольшая молитвенников, 2-3 человека, допустим, собираются, они молятся, вот, и Дух Святой показывает людям с разных там, бывает даже, даже поселков разных, одно место и время показывает. Во сколько и, значит, где надо быть. И вот те, кто слушает Духа Святого, те приходят на это место и проводят собрание, чтобы никакая бы они милиция не могла вычислить их. Вот. И расходятся тоже. Вот Дух Святой сказал, все, хватит, все, все уже прозвучало, спасибо по домам. И тут же расходятся. Вот. И там примеры рассказывали братья, что когда, значит, проявляли некоторые братья непослушания, служители, епископы, допустим, начинают, ну, как бы, давайте еще продолжим служение. Тут же раз милиция, КГБ и забирают всех. Вот. То есть, Дух Святой знает даже такие детали, когда надо прерваться, когда нужно продолжать наоборот. Вот. Поэтому для нас это еще опыт, еще в России это еще опыт только начинается. Было похожее в 60-е годы, 70-е годы. Иван Петрович Федотов, один из тех, кто меня ругал на служение мое, об этом рассказывал, много рассказывал. Слава Господу. И он уже говорил, что в последние дни будет то же самое. Он говорит, да еще больше, чем мы знали чудес. Мы много видели чудес, говорит, но вы увидите еще больше чудес еще. Вот. Вот так вот. Так что, поэтому, вот, как в Украине говорят старые писятники, Божий Святой Дух, спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо за действие в дарах Твоих, спасибо, Дух Святой, благодарю Тебя. Руах Акадош, Рух Кудус, благодарю Тебя, Господь. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры из города Киева, слава Богу за свободу здесь, пробуждение, за деяние Духа Святаго здесь совершаемое. Вот, кто в Киеве, то приходите на молитву сейчас, да, вот как раз уже почти 7 часов, вот, я в парке Киота, здесь сейчас на молитве буду, вот, приходите. Вот, завтра тоже, завтра приходите на служение на Кловскую в 9 утра, вот, как обычно. Пусть Бог благословит вас. Нужда в молитвенном кордоне, молитвенном служении усиленном, и Господь усмотрит. Многие из народов осуетились, как и со мной до недавнего времени было. Ну, суета, это то, что Иисус предупреждал, как сорняки, надо прополк огорода делать регулярно, особенно в это время. Пусть Бог благословит вас всех. До встречи, с Богом, шалом, мир всем вам. Аллилуйя.